Как мне вот такие места нравятся просто. Супер! Главное тут очень грузенькая дорожка. Одной такой машин везти можно, но нет такого навыка. Эта дорога перешла в такую грунтовую. Все выше, выше и выше. Но там я посмотрел по карте, вот дальше как бы кемпинг, по идее, должен быть. Надеюсь, он будет не закрыт. Ищем в кемпинг Сариджетто. В Сариджетто кемпинг не на ту дорогу выехал, похоже. Заехал куда-то в горы. Здесь такой лес, свежие вырубки. Там вообще наверх поднялся. Просто какая-то коммуна. Такие стоят сколоченные деревянные столики. Никого нет. В общем, Сариджетто ищем. Ищем кемпинг Сариджетто. Такое место заехал в горах. Очень интересно. ako. Сариджетто. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так кэмп выглядит здесь, в этом месте. Очень даже нормально, погода не очень, но все тепло, хорошо. Вон да, в принципе, может идти, наверное, уже немножко с ним прогуляемся. Просто по окрестностям чуть-чуть, недолго. Находимся в Локолито Монтечо, недалеко от Орэзо на юг. Вот собака. Решил сделать свои дела. Смотри, где вон Тоскана. Вообще-то Тоскана уже закончилась по дорогам, когда я ехал. А вот здесь такое место. Прямо сейчас начался дождь. Именно сейчас. Когда мы висли. Сарэджетто. Это место, в котором мы находимся. Сарэджетто. Вот так. Решили здесь пройтись. Начался дождь. И идти в дождь потом. Он, наверное, не закончится скоро. Конечно, спрятаться бы, чтобы со всеми муками не ходить. Как-то не поздновато вылезли. На самом деле. Не знаю, нравится ли собакам. Собак, по-моему, легче, что такой дождь, тем не стоит никуда. Собак, по-моему, легче, спрячемся под дерево. Быстренько сюда, давай, ко мне. Под дыбок. Иди сюда. Быстро ко мне, быстро ко мне. Быстро, быстро ко мне. Сюда, сюда, ко мне. Иди сюда. Ко мне сюда. Под дерево. Спрятались под дыбком. Точно не знаю, что это за овощи. Но тут растет много и хорошее. Поле сено. Там горы. Чтобы нам выйти, пройтись, начался дождь. Такой мощный. Такая мокрость собаки. Прогулка получилась недолгой. Все. Ронда уже собрался домой. Чтобы мокрому, родить не хочется. И мне тоже, в принципе, не повезло. Повезло с прогулкой. Отечка с Рюджетом. Здесь, видите, поставлена электросчета, а я так понимаю, она, видимо, защищена вот этим сеном. Чтобы не перегревалась. Даже не знаю, холодильник это вообще какой-то, на самом деле. Что-то в нем хранится. Провода тут, не знаю, что ли. Тут все горки заполнены какими-то крепостями. Красиво. Ко всем не добраться. Лаго Трансинента, Костелло. Костелло тут у нас идет. Стой. Тут закрыто. Тут все позакрыто. Надо звонить. Тут вход. Такие вот мальтийские кресты. Костелло Мигитара. Вот так вот на тропиночке сейчас вокруг обойдем, что основные ворота закрыты. С этой стороны Мигитара закрыто. С той стороны идем вокруг, потому что мы видели, что нужно зайти. На ручках уходить вредно и минимально с ним ходить теперь. Посмотрите, вливковое другое. Полички везде воздут в большом количестве. Идем на Торо-дель-Ломбардии. Это там должна она быть. красивая. Похоже, вот это Торо тут уже Торо это башня по-аттальянски. Да, тут красиво, конечно, такие вот искание простора. Не знаю, по-моему, как она относится. Ну, смотри. Наверное, здесь вот на эту Торо вход где-то тут. Торо-Ломбардии. Вот она. Единственное, что как-то сюда такой путь нашли не очень. Там какая-то дорожка, такая свайтовая была. А здесь лесная немножко. Торо-де-Ломбардии. Похоже, тоже закрыто. Не знаю, так себе местечко. Красиво. А здесь зелено вокруг. Воздух хороший. Надюшке это уже похоже, чем он дает. Да. Ну, здесь такая шли-шли стенка с одной стороны с другой. Вот такая, понимаете, путник может попить воды. в тени оливкового дерева. Бронда почему-то пить не хочет. Пошли, Надюш, пошли тогда дальше. Шлепаем дальше вот это Торо, которое мы только что видели. На нем, наверное, подняться можно. и там сверху стандартовая площадка. Там сейчас закрыто. До 15 часов надо этого удовольствия ждать. Уходник вот. Пожалуйста, заброшенный. Скорее всего, кому-то принадлежит. Но не продается, ничего не написано. Может, продается, но мы не знаем. не знаю, Местное население, наверное, скорее всего Ла Калдорелли Машина для Италии такая, в большом количестве присутствует Возвращаемся обратно, попытаемся найти их до Кеджо Привато АПЕ 50, вот такие тоже, здесь очень много встречаются Мотоциклеты Дом у нас на ручках сетит Машина Это был ресторан, который сейчас закрылся Площадь какая-то С часами Колоколами Весы в основном Починочная мастерская Здесь вот пиццерия, тротория Пытаемся в ней что-нибудь получить Ну, наверное, она закрыта на обед Такая пыль, что, наверное, цирея уже не функционирует Да, наверное, все Колоколка по Италии По эту улицу мы ходили или не ходили Такое все какое-то вообще Вот, тут же продается Пожалуйста Домик Черное окошко Не, мы не пойдем Черное окошко нам не нужна Совершенно Там впереди Обойдем Обойдем в ту сторону Начинает потихонечку открываться Но вот это место АПЕРКОТ Все закрыто Все кругом открыто Соли И аквайл В общем, ресторанчик Видимо Совершенно закончился Вот так вот Наше место можно поесть Сказали Крым и свят Любовь А еще дадут Волгоминеральный фас Вот так он и сидит Такой-акой кафе Сейчас мечтаем Крым и готовимся Вот так это выглядит Очень мило На вкус Неплохо Там этих кусочек тоже, наверное, останется Маленький кусочек Вот мы сомнами Отлично Отлично поели На 1,50 Очень прилично Пошли, Рандеша Пошли, малыш Пошли, малыш Ранда никак не хочет уходить Сейчас пойдем Малкийский замок Пошли, Рандеша Ранда, все, пошли, пошли И все Площадка Похожая на сцену Очень интересная Там такая Очень мне такие путевушки нравятся Прям водичку подвешь Типичная Итальнамская автомашина Пойдем Нас попустили А теперь мы вот сюда попали В это Саврано Милитаре Ордин Ди Мальто Открыто Очень красиво Мальто Ордин Мальто В В Малитаре Здравствуйте! Здравствуйте! Тонель Италия Едем на Анконус Смотреть скалы Наконец мы добрались до кемпа В темноте Каким-то образом сюда заехали Ну и теперь как бы Очень интересно как это все выглядит По идее где-то должен быть Здесь рядом очень красивый берег И место это очень красивое Это фактически заповедник Так что вот завтра проснемся Посмотрим еще как Здесь такой достаточно Огромный лагерь Здесь просто мека Мека Он говорит что такого никогда не было Первые годы когда Такое количество машин вообще Со всего мира сюда съехалось Но мне повезло там Место в таких машинах просто не проехать Там в конце такая То ли оливковая В общем там много деревьев всяких разных Мне удалось как-то там втиснуться Ну в общем очень сложно Ну вот Такой нашел лагерь В принципе Место у меня очень неплохое В реальности Вот смотри Просто так вот все здесь напихают Просто напихают автомобилем Поехали там дали вспышки грозы только что было сейчас еще ты масло Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok